Шалом, дорогие евреи! С вами я, Левиашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Эта история произошла в одном из хасидских двориков в Польше. Они очень любили на шаббат делать яичный салат с луком. Это была обязательная программа, абсолютная. То есть у каждого приличного еврея на шаббат должен был быть яичный салат с луком. И вот наступила пятница. Пурга, минус 25. Никто лук не везет. Все, у евреев этого нет. А у них это уже была какая-то необходимость, традиция. Вот таких зим не было просто. Минус 25. Не проехать, не пройти. И был там такой хасид Арабхаем. Он сидит возле окна и видит мужчину с таким большим пакетом в старой христианской одежде, простите, с мешком. И он понимает, что у него есть лук. Было видно. Он подбегает, говорит, слушай, я тебя прошу, продай мне этот лук, я тебя умоляю. Он мне очень нужен. Он говорит, слушай, я здесь недалеко живу. Это я собирался везти на ярмарку, просто у меня уже нету сил. Я его заберу себе домой, а потом продам. Что ты хочешь? Ты у меня сейчас купишь две луковицы, а куда я дену весь товар? На что ему Арабхаем говорит, нет, я выкуплю у тебя весь лук. Он говорит, хорошо. Хорошо, обычно 5 копеек килограмм, тут 25. Арабхаем говорит, хорошо, но у меня есть одно условие. Я дам тебе 30 копеек, если ты мне дашь свою старую одежду. И посидишь у меня дома 2 часа, сделаешь лыхаем, посидишь, отдохнешь, почитаешь книги. А мне нужна твоя одежда на 2 часа, хорошо. И вот эта вот шляпа, шапка. Он говорит, хорошо, дает ему одежду и идет на ярмарку. Евреи просто слетелись и видят это все и говорят, слушай, продай, продай, я тебя прошу, продай лук, шаббат, нужно, очень нужно. Он говорит, хорошо, 50 копеек килограмм. Они так посмотрели, ну, делать нечего. Все купили и поняли, что им нужно Рэбе это отнести. У них был свой Рэбе. Вот. И говорили, слушай, продай нам еще для Рэбе. Он говорит, нет. Вы меня лично познакомите с Рэбе. На что хасиби говорят? Тебя лично с Рэбе? Ты что, с ума сошел? Кто ты такой? Ты вообще, вы же Рэбе. Он говорит, не, я ж тогда лук не продам. Там уже, ну, хоть Рэбе, хоть не Рэбе, но лука у вас не будет. Но они были вынуждены его познакомить с Рэбе. Еще раз, это не крестьянин в старой одежде. Это Рэб Хайм, просто переодетый. Он попадает к Рэбе и говорит, я так замерз, я шел с деревни, дайте лыхаем. Ему дают стакан, он говорит, нет. Вот. А это кедушный бокал его, который наполнен неблагословением, с которого пил только он, мыл его только он. Ну, выхода нет, он говорит. Ну, лук, лука не будет. В итоге, они ему наливают, он говорит. Баруха Тайше Малегейни Малеголам Ша Кольная Бедворой. И залпом выпивает. Тут просто все обалдели. Он снимает эту шапку-ушанку. Снимает с себя лохмотья. Там кипа, там цицит. Все в шоке. Он говорит, ну, вы поймаете, я просто всегда мечтал выпить с этого бокала. И я добился своей цели. Так давайте и мы с вами будем добиваться своих целей любыми способами. Только которые по законам Торы. Которые не мешают и не противоречат законам Торы. Брахавец Лаха. Всем хорошего дня.